Здравствуйте! 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 Спасибо! Итак, как движется у нас работа над дипломом? Шесть лет назад Хасан Лохмед и по-русски-то не говорил, а теперь пишет на этом языке диплом. Да и тема не из легких – трансформация самолетных двигателей для использования на земле. По словам Хасана, научный руководитель у него строгий, но справедливый. И благодарен ему за помощь в учебе студент будет, наверное, всю жизнь. Лично мне нравится, когда мне задают вопросы после лекции. Вот он вопросы задавал. Может быть, потому что ему сложнее, чем другим. Понятно, иностранцам вообще сложнее. Это один язык, чего стоит выучить, а здесь много специфических выражений. Учиться в СГАУ Хасан приехал из Сирии еще до войны. Самарский университет ему порекомендовали знакомые, как хороший вуз. Учеба, признается, нелегко дается, но именно ради нее он и приехал. В первую очередь, чтобы получить высшее образование. С этого высшее образование работать достойно. И тоже перед моими родителями быть нормальным человеком, образованный человек. Чтобы были гордыми мои родители. В Сирию Хасан возвращаться не хочет. В Самаре у него брат и жена. Молодой человек сейчас очень беспокоится о родителях, которые в Россию перебраться не могут. Деревню Алани, где они живут, пока стороной обходит война. Но выстрелы слышны, интернет отключили. Общаться с родственниками, а у Хасана еще 10 братьев и сестер, по скайпу он уже не может. И очень надеется, что это самая большая неприятность, которая с ним может случиться. Валерия Макарова, Константин Головин. События.